Привет, дорогие друзья! С вами Шаймуратова Алина и это проект Мама Шилы Малышу. Приглашаю вас посмотреть новое влоговое видео. Оно у нас сегодня будет такого рабочего характера. Покажу, что у нас нового произошло. Похвастаюсь результатами своего дня рождения. Видите, у меня там сзади шарики. Покажу, какие выкройки сейчас в работе Мама Шилы Малышу и мы заглянем еще в закулисье магазина Фея Эмра. Посмотрим, как собираются ваши заказчики. В общем, усаживайтесь, наливайте себе чашечку чая, кофе, может быть, что-то еще и смотрите, будет интересно. Итак, как я и сказала, совсем недавно я была именинницей, мне исполнилось 35 лет и по этому поводу я получила классный подарок от своей команды. Дело в том, что девушки втайне от меня разработали выкройку платья, которые, кстати, назвали моим именем Малина и в мой день рождения, даже без моего ведома, опубликовали ее на сайте и рассказали об этом подписчикам. На самом деле это был реально очень крутой сюрприз, особенно когда ты не ожидаешь, не понимаешь, как это, где, как вообще можно было все это сделать без меня, потому что сделать на самом деле одну выкройку, это огромная работа и работа большой команды. Как мне сказали, работать над этой выкройкой начали еще в августе, а так как не могли делать примерки вот здесь вот в офисе, они встречались в торговом центре и в примерочной какого-то магазина выполняли примерку. Не знаю, что там думали продавцы, надеюсь они не сильно рассердились, но как бы то ни было, сейчас выкройка платья Алины есть на сайте мамашиломалышу.ру. Обязательно заходите, посмотрите, модель получилась очень классная. Для меня, кстати, это платье тоже сшили, я его с большим удовольствием ношу. Шьется модель совсем несложно, имеет разные такие фишечки, там обработки, сидит очень классно, поэтому советую вам сшить, но если сошьете, то обязательно поделитесь со мной результатом. Платье, кстати, это был не единственный подарок, мне сшили еще футболку с вот такой вышивкой. Я, кстати, не знаю, у вас зеркалит она или нет. Здесь написано, чтобы не ссориться с начальством, надо им быть. Честно говоря, никогда я себя не считала начальством, но мне приятно такое внимание, так что это теперь у меня такая рабочая униформа здесь. Ну а дальше давайте заглянем в мамашиломалышу и посмотрим, над чем там идет работа. Начнем мы, пожалуй, с нашего отдела, так сказать, мамашиломалышу. Здесь мы разрабатываем выкройки и покажу вам модель вот этой вот рубашки, которую я, честно говоря, еще даже ни разу нигде не показывала и не рассказывала даже, что мы ее делаем. На самом деле это классическая рубашка из трикотажа. Не смотрите, что здесь она у нас выполнена в розовом цвете, на самом деле модель, конечно же, унисекс и, возможно, даже больше ориентирована на мальчиков, но примеряли мы ее на Полину, поэтому выполнили в розовом цвете, поставили кнопочки. Кстати, на кнопках рубашки особенно трикотажные, это прямо очень удобно, поэтому если у вас есть необходимые инструменты для установки кнопок, обязательно ими пользуйтесь. И вот, кстати, на манжетах тоже вместо пуговиц поставлены кнопки, все очень красиво, аккуратно обработано. Планируем выпуск этой модели, наверное, ближе к Новому году, ну не совсем прям к Новому году, наверное, в ноябре. То есть будет еще одна такая универсальная классическая рубашка, но из трикотажа, что, кстати, очень удобно для детей, потому что в трикотажных изделиях, как правило, им больше нравится. А что за красота у нас здесь? А здесь у нас идет работа над новогодним платьем. В прошлом выпуске я уже рассказывала, что мы разрабатываем новую модель праздничного платья вот здесь, вот как раз отшивается уже на чистовую. Конкретно это платье будет для моей Полины. Дело в том, что у них скоро в школе будет осенний бал, и нам сказали, что дроскот для девочек это белое бальное платье в полу, что не очень так обычное, на самом деле готовое такое платье, ну я, честно говоря, нормально не смогла найти. Хорошо, когда умеешь шить, да, так что в таких случаях можно запросто быстренько сшить платье. Посмотрите, какой интересный вариант мы выбрали. У Лифа основа будет из плотного атласа, это атлас Дюпон, он так называется. И сверху мы предлагаем декорировать платье вот таким интересным фатином с глиттером. Не знаю, как вам передается все это на видео, но в жизни он действительно очень красивый, сверкающий такой фатин. Вот как раз таки из этого фатина у нас получается будет верхняя юбка пышная. Низ мы, наверное, обработаем косой бейкой, вот как раз сейчас это решим. Также этим фатином обработана одна часть манжеты, лиф, как я и сказала, и рукава, но рукава будут полностью прозрачные, то есть они вот тут будут как раз таки такие красивые. В общем, в ближайшее время уже будет это платье готово для Полины. Посмотрим, как получится, я вам обязательно покажу в следующем влоге, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Ну а я покажу, что у нас есть еще. А еще у нас продолжается работа над корсажем Ирис. Я уже его много раз показывала, у меня даже есть несколько отшитых красивых экземпляров, так сказать. Я была в нем на свадьбе у брата, просто гуляла по Сочи. Вот покажу вам фотографии в чистом варианте. Но там все-таки были некие шероховатости, поэтому мы над ним еще работаем. Вот это один из макетов, мы отрабатывали здесь чашечку, видите, положение бретелей, застежки. И, как помните, в рамках челленджа я говорила, что я хочу этот корсаж из другого материала, из твида. И вот я что себе купила, сейчас вам покажу подробнее. Этот корсаж я хочу сшить еще в одном варианте, это из твида, и скомбинировать его, возможно, с чем-то таким шелковым, легким, воздушным. В общем, недавно ездила я в магазин и купила вот такие ткани. Здесь у меня твит, он довольно-таки плотный, ну, собственно, все твида, как правило, плотные. И конкретно этот вариант, он сразу продублирован. Посмотрите, это на самом деле очень удобно, потому что твит это рыхлая ткань, и ее для такого изделия в любом случае надо было дублировать, ну, а здесь это сделали за нас. И в качестве компаньона я взяла вот такую шелковую органзу. На самом деле ткань, конечно, довольно дорогая, но 100% шелк, он не может быть дешевым, зато выглядит очень классно. Из этой ткани будут сделаны такие бретели-завязки поверху, ну, и основная часть будет из черно-бело-розового твида. К нему в компанию, к этому корсажу имею в виду, скорее всего, у меня будет юбка, довольно короткая, выше колена. Еще точно не решила зауженная или чуть расклешенная, посмотрим. Ну, в общем, такая, которая будет держать форму. Так вот, с этим корсажем, как помните, я собирала сшить его сама, как раз в рамках челленджа, чтобы у меня был такой классный наряд на Новый год. Но вот сейчас я понимаю, что не успеваю я сшить его сама, и даже не потому, что мне там лень или еще что-то, а потому, что его нужно сшить к старту курса. А курс по корсажу мы планируем уже совсем скоро, поэтому я, наверное, передам пошив корсажа кой-кому из своих сотрудников, а сама буду сшить другое изделие. Какое, пока не расскажу, об этом смотрите в следующем влоге. Итак, чем занимается мама Шелла Малышу, какие у нас модели в работе, я вам показала. Давайте теперь перейдем в магазин ткани, покажу, что у нас есть новенького, интересного, как вообще обстоят дела и что мы делаем. Вы, кстати, знаете, вот сзади меня, вон там, видите, вот такая страшная серебристая труба. Она периодически возникает на видео. Дело в том, что летом было очень жарко, мы купили переносной кондиционер и подключили его к общей вентиляции. И сейчас мне никак не доходит руки убрать эту трубу. Она мне портит всю картинку. Давайте уберем. Уберем, уберем сейчас. Ну а здесь у нас в магазине, как всегда, работа кипит, заказы собираются. Процесс идет. Посмотрите, кто-то заказал вот такой яркий, красивый набор футеров. Наверное, будет что-то очень классное. Большая посылка готовится к отправке, собирается. И в каждую мы вкладываем вот такой конверт. Здесь на самом деле разные такие ништячки, образцы все подписанные и маленький подарочек. Так что всех заказавших у нас ждет сюрприз. Тут вот уже собранные посылки с дека лежат. Скоро придет курьер, заберет их все. Но у нас процесс не останавливается. Вон там девушки собирают кучу коробок. Валяется, это мы недавно кое-что новенькое получили. Не успели разгрести. Так что не удивляйтесь. А еще только что приехал Руслан и привез пополнение к нам в магазин. Здесь два рулона футера. Мы встречаем это бирюзовый. Очень быстро разбирают. Это новый цвет. Здесь, видимо, стратегический запас воды. И кашкарсевт цвет. Сейчас все это занесем в офис и покажу вам эти отрезы. Подняли оба рулона в офис. Это у нас футер морской бриз. Просто повторяем еще раз. Как раз таки на мне с Полиной костюмы Бонни были сшиты из этого футера. А вот здесь второй рулон. Это у нас лимонный щербет. Мы назвали этот цвет. Это, знаете, не такой вот прямо желтый-желтый, как, например, у нас было солнце. А такой желтый, как будто бы слегка разбавленный белым цветом. Очень красивый такой. Пастельный, я бы сказала, в какой-то степени. Сейчас мы все это размотаем. Перемерим. Проверим, что рулоны качественные, что нет у брака. Сфотографируем и добавим на сайт. Думаю, к выходу этого ролика можно будет уже заказывать. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду завершать свой такой рабочий влог. Надеюсь, вам было со мной интересно. Обязательно подписывайтесь на мой канал на YouTube. Кнопочка подписаться будет внизу. Не теряйтесь в других соцсетях, ВКонтакте, в Телеграм. Все эти ссылки тоже будут внизу. И надолго не прощаюсь. Скоро будет новое влоговое видео. С вами была Шеймуратова Алина. Проект Мама Шила Малышу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok